Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем разбирать классный матч между украинским гроссмейстером Юрием Аникеевым и белорусским гроссмейстером Евгением Кондраченко. Но, друзья, прежде чем перейдем к рассмотрению партии восьмого микроматча, я хочу сказать, что сегодня в 19.00 по московскому времени на канале «Всё о шашках» состоится стрим товарищеского матча между Евгением Кондраченко и африканцем Вильямом Чинзеви. А завтра также на канале «Всё о шашках» состоится стрим с турниром мастеров на Гамблере. Играть будут сразу же два гроссмейстера – Петр Чернышев и Андрей Калачников. Стрим состоится в 18.00 по московскому времени. Друзья, ссылочки на данные стримы оставлю в описании этого ролика. Всем рекомендую, не пропустите. Рассмотрим восьмой микроматч между гроссмейстером Евгением Кондраченко и Юрием Аникеевым. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта – CD4-FE5, белый бьют и черный бьют именно на поле G5. То есть в классификации дебютов бой на Е5 носит название «Дебют – игра Романычева или гибельное начало». То есть так играл в начале 20 века московский шашист Романычев. А вот бой на G5 любил применять чемпион СССР Василий Соков. Ну и по жеребьевке еще выпал ход BC3. Это обязательные ходы. В этой позиции Юрий Аникеев сыграл GH4 и предпочел свести партию к дебюту «Городская партия». Белая играет GF4 и черные сыграли BA5. В этой позиции был возможен ход BC5. Но здесь есть две коварные ловушки. То есть белая играет CB4 и на ход GF6 играют AB2. Черная играет FG5 и у белых есть два продолжения. Можно сыграть BC3 и в этой позиции надо играть именно FG7. А вот ход HG7 здесь уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белый играет FE5, жертвует шашку, но затем нападает сразу же на две шашки. Надо закрываться, иначе белые пройдут дамки. Но белые жертвуют еще две шашки, затем еще одну и прорываются на преддамочное поле с выигрышем. Также в этой позиции у белых есть еще один сильный ход DC3. Ну и в этой позиции уже черным надо играть DE5. У белых сохраняется инициатива, но черные все-таки могут в дальнейшем уравнять игру. А вот ход HG7 здесь также проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют FG3. Затем бьют на E5. Черные бьют и белые играют EF2. Черные бьют, белые бьют именно на D6. И затем белые прорываются в дамки и празднуют победу. Симпатичные ловушки их показал после матча Евгений Кондраченко. Но Юрий в этой позиции сыграл BE5. Белым лучше всего меняться на поле B4. Ну и все сводится к часто встречающейся позиции GF6AB2, FG5BC3, AG7CB2. Эту позицию я уже подробно разбирал в матче между гроссмейстерами Марадуло Амрилаевым и Андреем Федотовым. Можете посмотреть видео. Ссылку на данный ролик оставлю в правом верхнем углу. Подсказку вернее. Ну и в этой позиции возможны два хода. DE7, EFE7. После DE7 Юрию Аникееву не понравилось следующее продолжение. Белые играют CD4. Ну и на ход GF6 могут сыграть DE5. И теперь на FE5. Белые просто размениваются назад. Ну и как бы черные здесь не били. У белых будет преимущество. А вот на ход CB6 у белых есть очень сильный ход FE5. Ну и обратите внимание, что в этой позиции у черных есть три боя. То есть можно бить B на D4, F на D4 и D на D2. Но D на D2 бить плохо, потому что белые форсировано прорываются на придамочное поле и должны выиграть. Сюда бить также плохо, потому что белые также прорываются на придамочное поле. Ну и на такой ход просто бьем на C5. Белые должны победить. Поэтому черным в этой позиции надо бить только F на D4. Теперь белые играют B5. И черным надо бить D на B4. И в этой позиции белым лучше всего побить следующим образом. То есть и бьем именно E на C5. То есть, друзья, в этой позиции хуже было бить другим образом. То есть, если белые побьют две шашки, у черных все-таки есть уравнивающий размен 2 на 2. То есть здесь партия быстро закончится ничей. Белым в этой позиции лучше всего побить E на C5. Ну и черным надо бить вот таким образом. Теперь белые бьют две шашки. И здесь у белых, друзья, сохраняется преимущество. То есть, видите, здесь уже двойного размена нет. Надо играть FG7. Ну и, допустим, на ход Bc3 или Ab4. Затем меняться назад. Ну и постепенно уравнивать эту позицию. Все-таки у белых здесь преимущество. Поэтому Юрий Аникеев в этой позиции сыграл FG7. Евгений Кондраченко сыграл CD4. Но здесь была, возможно, комбинация украинского госмейстера Сергея Бойко. Ее показал после матча Юрия Аникеев. То есть белые... Ну, можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют FG3. Бьют. Бьют. Bc3 побили. И cd4. Белые прорываются в дамки. Ну, здесь все продолжения отдают преимущество белым. Надо черным тут же ловить белую дамку. И уравнивать позицию именно таким образом. Все-таки ничья здесь есть. Партии дальше было. CD4. Gf6. И Евгений здесь сыграл ed2. Черных единственный ход cb6. И белые размениваются. Черным надо играть dc7. И план такой разменяться назад. Белые играют fe5. И черные пытаются разменяться. Но белые здесь вот таким разменом не дают полностью уравнять позицию. И продолжают атаковать hg3. И черным надо меняться. Ну, d5 меняться хуже. Надо меняться именно таким образом. Белые проводят двойной размен. Ну, и позиция постепенно начинает уравниваться. Белые играют fe3. Черные играют cd6. Белые играют ef4. И в этой позиции у черных есть две ничьи. Либо b5, как сыграл Юрий. Ну, можно было, в принципе, и bc5 разменяться. Тут тоже есть ничья. То есть, теперь играем dc3. Ну, и, так, прошу прощения. Здесь играем лучше gf2. И на ход bc7 играем dc3. Теперь на fe5 играем fg3. И на ход cd4. Белые меняются. Но черные все-таки здесь могут достичь ничьей. Играем ed4. И на ход fg5 играем именно de5. Теперь на ход gf6 играем de3. И на ход hg7 жертвуем шашку. Играем gf2. Ну, и белые здесь не могут победить. Например, играют ef6. Ставим дамку на поле g1. Ну, надо ставить дамку на поле f8. Иначе белым не провести вторую шашку в дамке. Черные нападают. Надо закрываться. И черные снова уходят на поле g1. Такой своеобразный вечный шаг. А хода fe7 нет. Из-за хода cd6. И черные разменивают шашку с ничьей. Ну, и Юрий Аникеев в этой позиции сыграл b5. Белые играют dc3. И черные разменялись назад. Позиция кажется абсолютно равной. То есть, белая игра gf2. И в этой позиции Юрий Аникеев ошибся. На стриме я вел стрим. И украинский... Ой, прошу прощения. Тульский кандидат мастера Арсений Цынов. Мы также не видели, что здесь проигрыш. То есть, Юрий здесь разменялся fe5. А это проигрывает. Возникает знаменитый этюд. Бориса Блиндера. То есть, белые играют fe3. Ну и, друзья, видите, а b6 нельзя играть. Потому что белые играют ed4. И на отход просто бьют по затылку, что называется. Поэтому остается единственный ход. bc7. Белым надо точно сыграть ba3. Обратите внимание, что cb4 ведет лишь к ничьей. Черные жертвуют шашку и нападают. И выигрыша у белых нет. Но после хода ba3 все-таки выигрыш сохраняется. То есть, на ход ab6 играем ab4. И на ход cd6. Но обратите внимание, b5 нельзя из-за bc5. А позиция 3 на 3. Черным некуда ходить. Остается играть только cd6. Тогда нападаем. Ну и в партии было ef4. То есть, белые напали. Здесь есть два варианта. Оба проигрывают. Если черные играют, допустим, bc5, тогда бьем на поле c7. Черным надо бить. Ну и белые здесь выигрывают с помощью жертвы. То есть, создается тоже этюдный выигрыш. То есть, ну, простенький, да. То есть, нападаем. Надо отходить. Белые жертвуют шашку. Ну и обрезают шашки белых по большой дороге. Поэтому Юрий Аникеев отдал две шашки и сыграл ef2. Кажется, что позиция ничейная, но это не так. А b6. В эту сторону ставить нельзя, так как дамка черных тут же гибнет. Поэтому черным надо ставить дамку на g1. Белые играют b7. Обратите внимание, что оставаться на двойнике нельзя из-за простого bc5. И дамка гибнет. Поэтому остается единственный ход. Дамкой на поле h2. Белые играют дамку ставят на поле b8. Снова единственный ход. Затем белые ставят дамку на а7. Снова единственный ход. И белые побеждают. То есть, играют cd4. Ну и как бы черные здесь не играли, шашки белых проводятся в дамке. Белые строят треугольник Петрова и легко побеждают. А ничья все-таки у черных была. То есть, в этой позиции надо было сыграть cd6. Белые играют fg3. ab6, gh4, bc5. Ну, нападать бессмысленно. Надо играть ba3. И на ход bc7. Обратите внимание, здесь у белых все-таки выигрыша нет. Белые играют fg5. Черные играют fe5. Ну и на ход g6 просто размениваемся. Ну и здесь шансов на победу у белых нет. Второй партии Юрий Аникеев играл белыми. cd4, fe5. Снова эта жеребьевка. И в этой позиции Евгений Кондраченко сыграл fe7. Ход гроссмейстера Владимира Вигмана. И в этой позиции Юрий Аникеев сыграл cd4. ba5, ab2. И вот такой размен. То есть, черные пытаются окружить позицию белых. И в этой позиции у белых есть два хода. Ход ba3 здесь очень плохой. А вот ход bc3 все-таки оставляет преимущество за белых. То есть, после хода ba3 возможен такой вариант. Меняемся. Видите, нет хода gh4, потому что черные выигрывают шашку. Остается играть gf4. Ну и после хода ab6 белые размениваются. Черные играют ed6. Белые играют ab2. Ну и на ход gh4. Здесь плохо играть cb4. Этот ход проигрывает. То есть, в этой позиции, по-моему, d5 надо играть. А вот ход cb4 здесь проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Она в стоклеточных шашках встречается очень часто. Называется удар Наполеона в честь французского императора. Наполеона Бонапарта. Черные играют hg3. Затем bc5, затем d5 и затем hg5. И как говорит Евгений Кондраченко, за грибущими руками снимаем 5 шашек соперника. После хода bc3 надо играть b3. И обычно в этой позиции белые нападают ходом gh4. После ab6 и вот такого размена у белых сохраняется. Преимущество играем d5. Ну и, в принципе, продолжаем давление на позицию черных. А если, допустим, в этой позиции черные закрываются, gf6, то здесь очень плохие позиции создаются. То есть, белая игра dc5. И здесь черные на грани поражения. Позиция очень плохая. Но в этой позиции есть очень интересный план, предложенный гроссмейстером Косенко. То есть, черные поджимаются ходом ef6 и начинают окружать позицию белых. Белые играют dc5 и черные здесь нападают. Обратите внимание, что закрываться ходом cd4 нельзя, потому что черные играют fe5. Ну и здесь грозят выиграть шашку белых. Так играть за белых плохо. То есть, белым приходится меняться cb4 вот таким образом. И черные здесь играют. В этой позиции Евгений сыграл dc7. Юрий ответил fe3 сильнейший ход. Черные напали. И здесь Юрий ошибся. В этой позиции надо было играть ef2. И у белых сохранялось преимущество. А вот после хода gf2, как сыграл Юрий, здесь черные провели комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она довольно простая, но необычный, такой удар необычный. То есть, черные жертвуют две шашки. И неожиданно шашка a3, то есть, вот такой нестандартный удар, попадает на поле g1. Ну и Юрий тут, конечно, сдался. А сильнейший вариант за белых был в этой позиции играть ef2. Меняемся. И черные играют bc7. Теперь на ход fe3 черные могут просто разменяться. Прошу прощения. Побили. Так. Побили. Бьем сюда. Ну и позиция постепенно уравнивается. Поэтому в этой позиции белым лучше всего сыграть b5. И черным надо размениваться. Вот таким образом. Белые играют fe3. Ну и черным здесь надо играть очень точно для достижения ничьей. Лучше всего сразу же сыграть dc7. Ну и на размен. Затем играем cd6. Ну и вот здесь уже позиция быстро уравнивается. Например, gf2 g7, dc3 gf6. Ну и на ход cd4. Меняемся. Надо играть fe3. Черная играют fg5. Ну и на ход fe5 играем gh4. Белые играют ef4. Ну и тут есть хитрая жертва. Отдаем шашку. Отбрасываем белых назад. И играем hg5. И белые не могут победить в этой позиции. Друзья, если вам понравился разбор данного матча, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, играйте много. Играйте честно. И, друзья, давайте все-таки воевать только на шахматной доске. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.